Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я уверен, что вы сможете оценить факт того, что они не просто для него самадхи построили, а со всякими кунжами, с кунжигали, сад. Удивительный, прекрасный сад. Так что, как вы ходите по пути, через деревню, чтобы поздравить уважение к этому величему Вайшна-поэту, along the way, there are some stone pillars, which have his poetry engraved upon them, so you can meditate upon his poetry as you are approaching his lotus feet. И по мере того, как вы подходите к его лотосным стопам, к его самадхи, от самого начала сады вы можете видеть такие каменные плиты, на которых выигравирована поэзия, которую он писал. Таким образом, вы можете приблизиться к медитации на него по мере того, как вы подходите к его лотосным стопам. Это удивительное, уникальное место, которое полностью посвящено этому удивительному и замечательному поэту. Он родился в мусульманской семье в Дели. Порядка 500 лет назад. И он был не традиционной ориентацией, ему нравились мужчины. Это на самом деле определенная индивидуальная карма каждого человека, с каким менталитетом, что у тебя есть, с чем ты приходишь в этот мир. Будучи мусульманин, его отвергла община хинду. Будучи гейм, его отвергли мусульмане. То есть он был изгоем везде вообще. Но по благую удачу, он прибыл сюда, во Враджа-мандалу. И по милости Виталачария, это сын Валабачарии, он стал великим Вайшнаом. В этом мире, на самом деле, все геи. Потому что все дживы, они пракрити. Все одного и того же пола. Пракрити. Поэтому они привлекаются друг к другу, поэтому все одно и то же. И мы только тогда меняем нашу природу, только тогда, когда наша пракрити, наша душа, она становится преданной одному пырушу, означающей Кришне. И тогда все представления о том, что я мужчина или женщина, мы полностью оставляем, и в нас восходит подлинное отчисление того, что мы являемся душой. И по милости своего города Виталачария, он полностью поменял свою природу. И тогда, на поэзии Браджубаша, с огромной любовью в настроении разлуки, он начал писать свою удивительную поэзию. Кан – это мусульманский. Это означает, что он как шахта. В переводе слова Кан, оно звучит так, что это глубокая шахта, из которой вы добываете сокровища. Поэтому он стал Раса Кан. Это глубокой такой шахтой расы, глубокой шахтой любви к Ши Кришне. Он был настолько, он приобрел такую удивительную популярность, что даже маленькие дети все напевают стихи его поэзии. И они все очень красивые, даже если вы не понимаете Браджубаша, когда вы слышите его, то его сердце будет улыбаться. И стихи его настолько прекрасны, что даже если вы не понимаете местного языка Браджубаша, но все равно они так сладостно звучат, что ваше сердце, оно просто неминуемо трогается этими стихами. Браджубаша Молодец, Раса Кан, аплодисменты тебе. Очень красиво. Шеша, Махеша, Ганеша, Динеша. Шеша, Махеша. Шеша, Дананта, Шеша. У него тысячи языков. Тысяча ртов. Махеш, Господь Шива, Пятиликий. Шеша, Махеша, Ганеша, Ганеша и Ганеша. Ганеша и Ганеша. У него один род. Шеша, Махеша, Ганеша, Динеша. Динеша. Динеша means the sun god. Бог солнца. Суреша. Суреша. Индра, the king of heaven. Индра. Шеша, Махеша, Ганеша, Динеша, Суреша, Ияи, Ниранта, Рагаве. Все эти девоты беспрестанно воспевают слабую хвалу Парабрама, Верховному Господу. Что они говорят? Яхи, Анаде, Ананта, Аканда, Ачейда, Веда, Субейда, Батаве. И они говорят, что эта сверховная истина является Анаде. У нее нет начала. Яхи, Анаде, Ананта, и у нее нет конца. Яхи, Анаде, Ананта, Аканда. И он не двоисенен. Ачейда, он не может быть неумеющим, не порезан. Никакие редукционисты не могут его никакими своими философиями порубить. Ачейда, Абеда, 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 он является неотличным от всего своего творения. Ачинь, Абед, Абед. Ачинь, Абеды, Абеды, Батаве и все Абеды прославляют его. And Narada Muni has glorified that Parabrahma to Vyasadev. And Vyasadev has glorified that Parabrahma to Shaqadeva Goswami. И все эти величайшие личности, они беспрестанно поют хвалу Господу, но даже вспотев уже в состоянии полного изнеможения, все равно они не могут дойти до окончания воспевания Его хвалы. Но есть кое-что еще, что мы можем сказать об этом Пара-браме. Тай-я-хи-ки-чор-я-чач-пара-чач-пей-на-ача-на-ча-вы. В Браджа, когда молодые гопи Браджа берут панку с бутербургом и говорят, что если ты танцешь, я тебе даю панку с бутербургом, то они его танцуют. Но в Брадже, этот Пара-брам, он пристает в облике маленького мальчика и старшие гопи, старшие пастушки Браджа, они говорят, О, Лала, мы тебе дадим чач, мы дадим тебе вот эту пахту, эту простоквашу, если ты для нас танцуешь. И он танцует послушно, за что они его награждают этим чачем. Это чач, что это такое? Вы берете йогурт, пахтаете его, у вас всплывает жир наверх, вы его удаляете, остается простокваша вот эта. То есть это не что-то такое сверхъестественное, не что-то такое особенное. Но как маленький Бала-гопал, он танцует ради того, чтобы получить на самом деле не этот чач, а чтобы вкусить любовь своих преданных. Что бы ни случилось, во всем мы страемся получить прибежище, получить благословение этой пыли в Раджа. Но Брахма сказал, ахо бхагиям, ахо бхагиям, нан лобопар вра-дхокасам, ян-ми-трам-параманадам, по-на-брахасанатанам. How fortunate, how fortunate, is Нандамарадж, and all his family members and villagers of Goku. Because, по-на-браамасанатанам, the unlimited ocean of all transcendental, highest transcendental and eternal bliss, has become their family members. Господь Брахма говорит, что насколько удачливы Нанда Мухараш, члены его семьи и все Браджабаси, потому что сам Пурна Брахма Санатанам, сам Верховный Творец всего, Господь, который является океаном Трансцендентного Блаженства, он становится просто членом их семьи. Господь Брахма сказал, что я посчитал бы себя невероятно удачным, если бы я принял хоть какое-то рождение в этой Брадже, хотя бы как камень. И отвечая эхом в теории, этим словом Брамаджи, Расакан написал другую поэму. Субтитры создавал DimaTorzok 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 But if I'm not qualified to be an animal, if I have to become a stone, then let me become a stone at Giriraja Govardhan. That was lifted by the soft lotus hand of Sri Krishna to counteract the wrath of Indra. На том самом Гавардане, который был поднят ладошкой Шри Кришны для того, чтобы защитить всех Браджабаси от Атака Индра. И если мне предстоит в моем следующем рождении стать птичкой, то пусть я буду той птицей, которая будет выседать на ветви дерева. Вакадамба, что растет на берегу Ямуна. Невозможно даже выразить словами, насколько привязаны чистые Вайшнавы к этой Браджадаме. Но это можно почувствовать через дванье, через то, что подразумевает эта поэзия, через смысл сокрытых значений, как отголосками докатывающимся до нас. Он написал эту песню, которая описывает его поиск истины в жизни. Продолжение следует... Браджабаси. 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 Я ходил здесь и там, ища парабрамму, в Верховной Абсолютной Иссии. Я услышал мантры Вед и объяснения пандитов. Но все же я не мог понять, кто это Абсолютная Истина. Я слышал Пураны и объяснения этих Пуран. Но я так и не смогу понять, какова Сварупа, какова форма, какова природа, какова истина про эту Абсолютную... что она из себя представляет? Я ходила здесь и там, расспрашивала разных людей, но никто не мог дать мне ответ. Но однажды я прибыл во Вриндава. Я увидела на расстоянии... На расстоянии взглянув, я увидела парабрамму, Верховную Абсолютную Истину. Он был очень счастливым. Он сидел и массировал стоп по Шимати Радеке. Абсолют весь раз омаженный. Радеке Радеке. Ваишнам есть традиция, что они сажают тело ушедшего, оставившего мир Ваишнава в самадхи, то есть он сидит, но поскольку Расакан принадлежал исламской традиции, то у них хоронят, но вот его не похоронили, но сделали самадхи, то есть вот оно прямо тут, вот он здесь прямо. Поэтому можете оставить свои пранавы, пранами. Я думаю, что Расакан на самом деле в своей апракат, в своей непроявленной форме находится с нами и танцует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...